всем привет это телеканал decaman хотел в этом видео поделиться с вами полезной штукой которая называется в терминале linux терминалах alias или псевдоним чем она полезна например вы хотите какую-то выполнить команду она достаточно длинная вы часто пользуетесь и чтобы не водить ее полностью можно ее так сказать из нее сделать короткую или дать этой команде название псевдоним и использовать этот псевдоним ну к примеру что я имею ввиду откроем терминал переключим язык и это своего рода как в программировании переменные используется чтобы задать такую переменную мы пишем ключевое слово без е alias пробел ставим потом название этой переменной ну к примеру sh равно кавычки обязательно ставим без пробелов тут это все делаем и пишем лс я хочу смотреть что лежит в этой директории большая вот мы создали такую переменную как sh я на данный момент нахожусь домашние директории пвд посмотрим домашние директория это и хочу быстренько посмотреть список директорий которые лежат в этой в этом каталоге то я могу либо вводить лс смотрите она вывела мне все необходимые директории давайте больше сделаю все что находится в директории домашние и то же самое я могу использовать обратите внимание одной короткой команды также я могу передать ей какой-то аргумент например что лежит в папке war но учтите когда мы задаем так напрямую это переменная работая до того момента пока мы не закрыли наш терминок когда мы закрыли и вновь открываем новый сеанс если мы видим то ничего не происходит возможно ли сделать так чтобы она это переменная существовала после того как мы завершили сеанс работы с терминалом да это возможно достаточно внести несколько правок в конфигурационный файл пользователя вашего терминала этот конфигурационный файл обычно лежит вашей домашней директории или домашней директории пользователя в зависимости от того каким какой вы оболочкой пользуетесь так он будет называться если вы пользуетесь bash он будет называться . bash rc если вы пользуетесь zesh то он будет называться zesh rc есть еще fish rc он так и будет называться начинается он с точки обратите внимание название этого файла если мы с вами посмотрим сейчас но нам нужно так смотреть вот в домашней директории есть вот этот файл конфигурационный и мы заходим в него с помощью на на или любым удобным для вас текстовым редактором прописываем и здесь в конце файла мы можем писать алиэс пишем ну к примеру мне удобно для себя полезные алиэсы которые я прописываю это команда python чтобы запускать скрипты пайтона не жутко неудобно писать python 3 поэтому я просто пай обязательно в этом файл обязательно в этом файл обязательно в этом файл обязательно в этом файл не делайте пробел только делается между вот этими вот здесь ровно тоже не делается это особенности синтаксис и пишу python 3 все сохраняем control x y enter а к примеру что еще можно сюда написать я то что я использую алиэс и подключение к серверу по ссс примеру я могу ссс написать и дикамин обычно я пишу так ссс дико равно и здесь уже я прописываю там команда с сэйч где лежит ключ публичный потом пишу к примеру да и какой-нибудь ну не какой-нибудь айпи вашего сервера для подключения там может быть он не забывали здесь точки вот и опять же сохраняем control x y enter все эти команды после того как вы закройте сессию терминалу и вновь откройте они будут продолжать работать и даже если вы перезагрузить систему она все же останется можно проверить допустим пай обратите внимание с работу либо как я там называл но ссс дико так у меня нет такого ключа я просто для примера принял вот как можно просто пользоваться алиэс всем спасибо за просмотр до следующего до следующего